Здравствуйте! На телеканале Десна ТВ Новости в студии Олег Соловьев. В начале выпуска коротко его основные темы. Елки есть, а хороводов не будет. Все городские мероприятия ушли в онлайн. Но Новый год никто не отменял, и он наступит все равно. Поэтому все мероприятия будут проходить в онлайн формате. Уникальный подарок проще, чем кажется, что можно сделать своими руками. Вот такая изумительная коровка в символ года 2021 получилась в итоге моих трудов. Традиционные атрибуты зимних праздников в Десногорске – новогодние елки. Одна с прошлой недели размещена на площади у городской администрации. Чуть раньше символами атомной промышленности елка появилась у здания нейтрино. Но ждать новогодних гуляний в этом году не приходится. Редакции указа губернатора о 4 декабря все массовые мероприятия отменены. Также запрещены мероприятия возле и около елок, хороводы, конкурсы и викторины. Но Новый год никто не отменял, и он наступит все равно. Поэтому все мероприятия будут проходить в онлайн формате. Анонсы городских онлайн мероприятий размещены на странице Центра культуры и молодежной политики в социальной сети ВКонтакте. С приближением новогодних праздников возникает вопрос не только, как их отмечать, но и что дарить родным и близким. Удивить подарком проще, чем кажется. Его можно сделать своими руками. Такая уникальность навряд ли сможет кого-то оставить равнодушным. Тренд на изделие ручной работы становится особенно актуален с приближением праздников. Ведь всегда приятно получить в подарок что-то по-настоящему уникальное. Относится это и к игрушкам ручной работы. Помимо душевного тепла, которое автор вкладывает в свое изделие на протяжении нескольких дней, такие игрушки отличают экологическая безопасность и долговечность. Несмотря на то, что в нашем мире очень много товаров и большой выбор игрушек, ассортимент огромен, я решила заниматься именно вязанием этих игрушек, потому что они сделаны с большой любовью, с теплотой. В каждой игрушке есть свой характер. С любовью и теплотой можно создавать и кулинарные подарки. Атрибутом нового года постепенно становится имбирный пряник, испечь который под силу любому желающему. Дальше дело за фантазией автора. Человечки, снежинки и, конечно, пряники в форме символа наступающего года – быка. Здесь, кроме результата, приятен и сам процесс приготовления, который наверняка создаст новогоднее настроение. Когда вы делаете эти пряники, очень важна какая-то обстановка. Вы сначала вместе, допустим, с детьми печете эти пряники, потом вы их вместе украшаете, потом можно их повесить на елку, как игрушка. Так что варианты подарка к новогодним праздникам имеются. А каким он будет – покупным или ручной работы – здесь каждый решает сам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова